Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Стоимость бензина с начала 2015 года, по данным Росстата, увеличилась почти на 5%. Дизельное топливо подорожало на 3,5%. В прошлом году рост цен на горючее был ощутимей – более 10%. Специалисты связывают текущую ситуацию со стремительным падением мировых цен на нефть. В среднем по стране литр 92-го бензина стоит сейчас 34 рубля. 95-го – почти 37 рублей. Что касается прогнозов на следующий год, то, к примеру, руководитель Лукойла Вагита Лекперов не видит причин для резкого удорожания топлива. Трасса 101. Тойота в следующем году собирается снизить цены на самые востребованные запчасти на 20%. Идя на это, японская компания преследует две цели. Во-первых, борьба с производителями серых комплектующих. Во-вторых, удержание клиентов авторизованных сервисов Тойота, которые из-за кризиса уходят обслуживаться в более мелкие, зачастую подпольные фирмы. Отмечу, что сейчас автомобили Тойота занимают пятое место в списке самых востребованных у россиян легковушек. Лидер продаж – седан Камри. Каждый пятый россиянин, желающий приобрести новую машину, готов выложить за нее от 1 до 1,5 миллионов рублей. Это в ходе опроса выяснило аналитическое агентство «Автостат». 19% участников исследования на покупку авто приготовили сумму от 400 до 600 тысяч рублей. На третьем месте сумма от 600 до 800 тысяч. Замыкают список те, кто планирует отдать за новый автомобиль более 3 миллионов рублей. Таких 6%. АвтоВАЗ начал принимать заказы на высокий хэтчбэк «Лада Икс Рэй». Производство новинки стартовало в середине декабря, а у дилеров она должна появиться в феврале 2016-го. «Икс Рэй» построен на известной платформе Renault B0. Модель будет доступна с двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 106 или 114 лошадиных сил, и со 123-сильным мотором объемом 1,8 литра. Комплектаций две, базовая и с расширенным набором опций, в том числе АБС. Стоить автомобиль будет порядка 600 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.